В Камчатском крае, на берегу Тихого океана, вот уже неделю происходит нечто ужасающее, и касается это каждого жителя страны. Специалисты обнаружили в морской воде загрязняющие вещества. Ранее местные жители отмечали аномальную смертность морских существ. Активисты-экологи говорят о вероятности крупной экологической катастрофы. К чему приведет эта история, пока не ясно. Я такого не видел у нас под водой ни разу. К сожалению, подобных последствий жизнедеятельности человека в истории немало. Ежегодно 6 октября отмечается Всемирный день охраны места обитания. Дату учредили более 40 лет назад во время конференции в Берне, посвященной сохранению дикой природы и естественной среды обитания. За последние 19 веков с лица земли исчезли более 800 видов животных и птиц. Продолжаются эти процессы и сегодня. В каждом отдельно взятом регионе существуют свои проблемы взаимодействия человека и дикой природы. В Рязанской области в Красную книгу занесен белый айс. Сейчас активисты пытаются воссоздать популяцию. В прежние времена на восточной границе своего ареала эта птица повсеместно встречалась в Рязанской долине реки Аки. Но за последнее столетие популяция практически исчезла. Сегодня встретить айсты на территории нашей области – большое счастье. Проект, во-первых, общественный, он объединяет людей неравнодушных к теме птиц, к теме природы, бережной отношению к ней. Мы, как Комсомольская правда, которая выступила оператором этого проекта, мы объединили вместе бизнес, объединили ученых. Бизнес позволил получить спонсорские деньги на реализацию этого проекта. Ученые поддержали, соответственно, и мыслью, и методикой, и программой. Объединив все вместе, мы получили вот этот центр реинтродукции белого айста на Рязанской земле. Главная задача центра – сформировать группировку айстов на Рязанской земле. Здесь, в долине Аки, существуют прекрасные кормовые угодья. Об этом свидетельствуют орнитологи. В феврале прошлого года в дом белого айста доставили первых обитателей. Шесть райстов, попавших в питомник из-за травмы, оказались в Калужском доме айста, а оттуда приехали к нам. Их уже выпустили. Наблюдения показывают, что как минимум несколько из них поселились неподалеку, а это большое достижение. Теперь в Рязань приехала семейная пара. У них уже появились птенцы. Это семейная пара, которую мы привезли из Пскова, с берегов Чудского озера, Георгия и Руслана. Здесь, именно на Рязанской земле у них впервые появилось потомство. То, что никак не получалось делать на земле Псковской, с первого раза появилось на земле Рязанской. В этой замечательной семье выросло двое детей. Мы пока не знаем их пол, не знаем, кто мальчик, кто девочек, или может двое мальчиков, двое девочек. Эти «орлы», в кавычках, можно сказать, стоят у меня за спиной. В марте этого года тревогу забили сотрудники Окского биосферного заповедника. Под угрозой исчезновения оказалась выхухоль. Предки выхухоли появились более 50 миллионов лет назад. Еще 100 лет назад выхухоль была столь многочисленна, что относилась к числу промысловых видов. Ежегодно добывались десятки тысяч шкурок. Сейчас все поголовье составляет менее 10 тысяч особей. Без всякого преувеличения можно сказать, что выхухоль находится на грани вымирания. Русская выхухоль является эндемиком страны, больше нигде на земном шаре он не встречается. Выхухоль не размножается в неволе, поэтому единственная возможность ее сохранения – создание необходимых условий для благополучного существования в естественных условиях. И во многом это зависит именно от нас, людей.